Томсо, как образованный человек в 21 веке может быть настолько религиозен? Это просто дань традиции и воспитания? Сергей, я не понимаю, как образованный человек в этом мире в 21 веке может быть нерелигиозным. Я вот этого не понимаю. Как он может не задавать элементарных вопросов и не находить на них ответы? Рамзан Владимирович тоже смотрит сейчас себя. Как он там сказал? Что вы можете сказать про Томсо? Полминуты этого идиотского смеха. И потом в итоге еще минут 10 всяких рассуждений. Томсо, если Масхадов такой хороший, почему его признали террористом? И почему на всех видеосъемках чеченские боевики никогда не совершали намаз? Разве то, что бой идет, означает, что нельзя делать? И почему чеченские боевики носили зеленые повязки? Что это означает? Томсо, если Масхадов такой хороший, почему его признали террористом? Масхадова никто нигде в этом мире не признал террористом, кроме России. А то, что Россия признала его террористом, это просто пшик. Это абсолютно не имеет никакого веса ни для нас, ни для этого мира. Конечно, Россия кого угодно признает террористом. Россия детей, которые что-то перепостят у себя в ВКонтакте, их тоже признает экстремистами и сажает в тюрьмы, поэтому это для нас не показатель. Почему на всех видеосъемках чеченские боевики никогда не совершали намаз? Совершали, и полно таких видеосъемок, где они совершали. И во главе, кстати, имамом стоял Масхадов, они совершали, есть такие съемки, фотографии. С намазом проблем никогда не было у чеченских муджаидов. Всегда, вне зависимости от того, война, не война, всегда совершался намаз. В соответствии с шариатом, в соответствии с правилами. Во время джихада есть свои послабления в молитвах. И почему боевики носили зеленые повязки, что это означает? Во-первых, не боевики, а чеченские муджаиды, чеченские воины. Боевики – это плод российской пропаганды. Зеленые повязки носили во время так называемой Первой Российской Чеченской войны. Это было во время первого вторжения российской армии. И тогда зеленая повязка означала, что это люди, вышедшие на смерть, смертники. У них была такая своеобразная, отличительная такая, отличительный аксессуар. Михаэль. По-любому я уважаю тебя, брат. Благодарю, Михаэль. Спасибо. Привет, Тумсо. Ты в прошлом эфире говорил, что тракторист Иннур Пашикулаев должны нести наказание по шариату. Какое было бы наказание по шариату? Ответь предметно по возможности. Забавно, что на вопрос об источнике дохода ты ответил, как Светоч Рамзан Аллах дает спасибо. Привет, Алексей. Я не специалист в шариатском праве, поэтому я не знаю, какое для них было бы наказание. Но оно было бы, я так подозреваю, что оно было бы очень суровым для них. Возможно, оно было бы фатальным. Но я не специалист, повторю, я не знаю. Что касается источника дохода, как Светоч Рамзан, ну, что поделаешь. Мы являемся мусульманами, и мы убеждены в том, что удел нам дает Всевышний Аллах. Разными способами, разными, как это, причинами. То есть мы создаем какие-то причины, и через посредством этих причин мы получаем тот удел, который нам предписан. Вот и я создаю некие причины, и получаю тот удел. От государства помогает доход с канала Ютуба, доход от донатов и так далее. Как-то, в общем, выпутываемся. Нужды нет, хвала Аллаху. Назло, крохоботам, баракаллаху фиг. Это был просто донат, без комментариев. Ванате. Ассаламу алейкум. Считаю, что мусульмане сами виноваты, что находятся сегодня в таком положении, что, по твоему взгляду, нам надо исправить. Алейкум ассалам. Я согласен, что мы сами виноваты. Это как раз мой подход, что мы не должны никого винить. Мы виноваты в первую очередь. И потом только остальные все российские спецслужбы и прочее, это все являются уже дополнительными факторами. Мы не смогли выстоять перед этим. Виноваты не они, виноваты мы сами. Потому что мы допустили то, что они удачно провели свою работу. А что нам надо исправить? Нам надо исправить свое невежество. Вот что нам надо исправить. Нам надо поработать над собой, над своим невежеством. И вот когда мы преодолеем свое невежество, тогда мы, иншаллах, достигнем успеха. Должен быть мощнейший упор на образование. Не только религиозное. Понимаете? Тот, у кого есть некий запал к познанию религиозных наук. Пускай идет в этом направлении. Но есть ведь огромное количество молодых ребят, у которых есть в другом направлении этот заряд. И их не нужно заставлять познавать шариатские науки, если у них нет к этому тяги. У них есть у кого-то тяга к каким-то физикам, математическим наукам. Отправляй его туда, химико-биологическим, туда, иным, к высоким технологиям, туда. Медицина, давай, пожалуйста. Надо в этом плане развиваться. Нет у тебя тяги вообще никаким наукам. Хотя бы самообразованием займись. Читай, смотри, ютуб. В общем, нам нужно развиваться. Нужно оставить грязную вот эту националистическую ересь, которая тянет нас куда-то обратно в какое-то средневековье. Вот эти вот разговоры о том, что мы там чуть ли там исчезнем сейчас, если мы там что-то... И тогда это настолько чушь полная. Потому что как ты относишься к Салаву Межиеву? Он действительно сильный муфти. Сильный физически ты имеешь в виду? Я сомневаюсь, что он в каком-либо плане вообще силен. Я к нему отношусь крайне негативно. Максимально негативно я к нему отношусь. Вот если бывает что-то такое из еды, допустим, что-то, что ты даже не пробовал этого, возможно, никогда, но ты как-то, ты не знаешь, как это вкусно это или нет, но у тебя на уровне подсознания к этому отвращение. Бывает у вас такая вещь? Например, черемша. Я очень люблю черемшу. Но ингушский вариант приготовления черемши с молоком, я никогда этого не пробовал, но это вещь, которую на подсознательном уровне я вижу, и я не могу. То есть у меня к этому отвращение. Вот примерно такое вот отношение у меня к Салаву Межиеву. Я никогда с ним не общался, но у меня к нему отвращение. Просто, мне кажется, я блеванул бы в его присутствии. Салаву Межиев